Почти апельсвад! Нельзя ли отпустить девушек? Без них никак не начать ни празднества, ни танцев. И вы хотите танцевать? Это после утреннего западения, когда вы выехнули себе ногу? Ах, да! Еще маленечко поваливает, но до этого ничего. Пройдет. Артисты на сцене театра молодежи репетируют примерный спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Эта комедия в двух действиях по пьесе «Бомарше» поставил спектакль московский режиссер Денис Малютин. Он подчеркивает, что комедия считается сложным жанром, но ставить ее нужно легко. Они же зрители-то разные, но уже чуть-чуть я знаю приморского вашего зрителя, поэтому я могу предположить, где будет акцент, где будет смешно. «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» – знаменитая пьеса «Бомарше», которая любима зрителям уже три столетия, благодаря сюжету, полному неожиданных поворотов и блестящему юмору. Текст «Бомарше» – нам не нужно ничего делать, ничего придумывать так, чтобы это было понятно людям сейчас. Просто есть очень много моментов, написанных самим «Бомарше», которые сейчас в нашей действительности звучат по-настоящему и звучат действительно во времени. Когда мы разбирали пьесу, мы находили отклики в том, что происходит сейчас в политической картине мира. По сюжету главный герой Фигаро собирается жениться на камеристке-графине Сюзанне. Однако на пути влюбленных возникает немало препятствий и абсурдных ситуаций. В итоге радостное ожидание свадьбы превращается в безумный день. В новой постановке заняты как молодые артисты, так и мэтры театра. Вы знаете, мой мастер Анатолий Владимирович Бугреев, народный артист России, он учил меня комедию играть так. Копни глубоко и легко. Мне кажется, что комедию играть можно учиться всегда. Премьера спектакля назначена на 26, 27 и 28 марта. Приурочен выход комедии «Безумный день» или «Жениньба Фигаро» к Всемирному дню театра. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.